Приветствую вас, смотрю, многие коллеги вам уже ответили на вопрос. Я тоже хотел бы дать свое видение ситуации. Итак, смотрите, вы пишете, что муч считает, что его видение жизни и явления единственное верное. Ну, это позиция, знаете, не столько даже эгосентрическая, сколько, я бы сказал, позиция авторитарного. Да, то есть, вот, мое мнение правильное, мое мнение верное, это позиция авторитарная в большей степени. И для мужчин, если ему за 30, жалко не сказали, возраст, это вполне нормально. То есть, эгосентризм здесь, он, если и есть, то он никак не влияет на человека. То есть, можно быть эгосентристом, но при этом и не считать свое мнение самым правильным и единственное верное. Вот, как и видение жизни. Эгосентризм все-таки это, скорее, позиционирование себя, в первую очередь. Но, тем не менее, вы говорите, что он так считает. И давайте условимся о том, что он имеет право так считать. И если я правильно вас понял, он всегда так считал. И возникает туда вопрос, к вам. А если он всегда так считал, то почему вдруг вы решили, что можете его поменять? Почему вдруг вы решили, что человек изменится, как станет другим? Зачем? Вы же как-то выходили за него замуж? Вы же как-то создавали с ним семью? А теперь получается, получается теперь, что человек вас не устраивает. Ну, это, это вот, на мой взгляд, не есть хорошо. Неправильно это. Далее, значит, если ваш муж изменился, если ваш муж стал вести себя так, после какого-то определенного происшествия в жизни своей, или вашей, то с этим нужно разобраться, это нужно выяснить, почему так произошло, что заставило его поменять свое мнение. и после этого стараться именно работать с тем, что повлияло на него так, а не со следствием, потому что вот очень похоже пока, что вы говорите только о следствии, того, что получается, не о причине как таковой, а о следствии. А следствие, оно, вот, само по себе, ну, бесполезно, а вот причина, по которой мужчина так себя ведет, оно очень важно. Это неуверенность в себе, это страх того, что мир не такой, это тревога, возможности, это там и болезненное самолюбие, может быть, комплексы какие-то, то есть вот это все нужно понять. Мы этого не можем знать, потому что муж, он ваш, и вы его знаете лучше, чем мы. Но именно потому, что вы его знаете, вы можете сказать, что у него такое. Просто он такой человек. в силу своего характера, например. Вот. Или на него кто-то повлияло. Это вот, на мой взгляд, нужно определить. Далее. Значит. Он провозирует вас на скандал и переживание. Ну, момент здесь какой. Либо, либо он вами манипулирует, чтобы вы делали то, что ему нужно. и добавить с этим ничего не поделать. Либо переставать делать, так как он хочет, либо может на все соглашаться. Либо через вас он проверяет как бы твердость своего мнения. Вот. И опять же, это его право. То есть, если вам не нравится, что вы выступаете таким средством для обкатывания своего мнения, то не участвуйте просто в разговорах и все. А если видите, что человек так себя ведет, начинает вести в тохом, я полагаю, что имеет смысл включать безразличие и безразличие показывать ему, что вас это абсолютно не трогает то, что он говорит. И со временем человек перестанет, потому что он это делает, пока видит обратную связь. и вопрос заключается в том, что вы вступаете в спор с ним, тем самым вступаете на его поле, где он вас переиграет. И моменты в том, для чего вы вступаете в спор с ним, почему вас это задевает, что заставляет вас вступать с ним в конфронтацию и вот эти моменты устранить и не вступать. и если он не будет видеть обратной связи от вас, он изменит свою тактику поведения, потому что нужно ему это для того, чтобы чувствовать свою значимость. И если он не будет чувствовать свою значимость таким способом, он выберет другой, может быть более лояльный, более либеральный, чем использует сейчас. Если нет, тогда стоит подумать о том, чтобы сказать ему мол, вот так и так, мне не нравится, я хотел бы пожить отдельно, потому что устал постоянно бороться. И в другой момент, что вас удерживает так сказать рядом с ним, если он такой эгоцентрист и постоянно с вами вступает в спор. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!